МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, допуск на пресс-конференцию получили 99% журналистов. Не получили только люди с определенными заболеваниями и судимостью. Возможность задать вопрос Путину также дали иностранным корреспондентам из Азии, США и Европы. Привлечь внимание президента не так-то просто. Тем более, что в этом году организаторы попросили журналистов не экспериментировать. Разрешалось использовать таблички размером А3. Участники выкручивались надписями и костюмами. К примеру, за нарисованным воздушным шариком журналистов из Ненецкого автономного округа скрывалась немаловажная проблема. Ненецкий автономный округ – это тот регион, который оторван от Большой Земли. У нас нет автомобильных дорог, у нас нет железнодорожного сообщения, у нас только авиаперевозки. И те две компании, которые осуществляют авиаперевозки на Большую Землю, они просто устанавливают космический ценник. Хочу предложить президенту задать вопрос ему, чтобы он отреагировал, поменять механизм. А вот журналистов из Приморского края интересовало продление льготного периода на момент строительства самой крупной судоверфи в России. Наш город Большой Камень, там строится самая мощная судоверфь в России, раньше носил статус закрытого территориального образования, поэтому получал федеральную дотацию. Когда начала строиться судоверфь, мы этот статус потеряли 4 года назад. 3 года эта дотация сохранялась на переходный период в надежде на то, что через эти 3 года судоверфь начнет приносить налоги в бюджет, и, соответственно, город будет развиваться. Судоверфь до сих пор пока налогов никаких нам не приносит, поэтому в отсутствии дотации, конечно, тяжело живется городу. А кто-то приехал на пресс-конференцию с хоккейным шлемом. Таким образом, журналисты Свердловской области хотели привлечь Владимира Путина к проблеме развития хоккея с мячом. Хотим весь наш город узнать, почему же русский хоккей не популярен в России, почему, например, американцы безумно любят свой бейсбол, в который играет вся страна. Мордовских журналистов интересовал вопрос импортозамещения. Планирует ли государство поддерживать инновационные предприятия? Даже в каком смысле инновационные? Импортозамещающие. У нас есть предприятия, которые работают над импортозамещением. То есть они делают антибиотики нового поколения от молекулы и заканчивают готовым продуктом. И хотелось бы узнать, будут ли какие-то государственные программы поддержки вот таких предприятий. Благодаря в том числе таким вопросам ежегодную пресс-конференцию считают уникальной площадкой, где президент напрямую узнает о проблемах в разных точках страны. Дарья Сударева, Александр Кудряшов. Новости Ульянской правды.